Начнем с того, что на первом плане этих переговоров вроде как была зерновая сделка, но лично на мой взгляд это превратилось давно в какой-то хайп. Зерновая сделка в том виде, в котором она существовала с 22 июля 2022 года и по 17 июля 2023 года, это помните, мы у вас на передаче месяц, 40 дней отмечали этой зерновой сделке, кончиня, она не воскресла и вряд ли когда-нибудь воскреснет. Как сказал сегодня президент российский Владимир Владимирович Путин, эту сделку, которая сейчас предлагается в формате Турция плюс Катар, это не есть альтернатива той самой сделке. К той самой сделке, понятно, Россия готова вернуться. Единственное, что Россия щедрая душа. Владимир Владимирович Путин сказал, что если они выполнят свои обязательства, через несколько дней мы вернемся к этой сделке. Вообще-то говоря, в международной коммерческой практике они год не выполняли свои обязательства, и потом неожиданно выполняли. А мы год выполняли, надо же рокировочку сделать, значит мы год, они будут год выполнять свои обязательства, а мы через год к ним вернемся. Наверное, так было бы справедливо. Но тем не менее Владимир Владимирович Путин сказал об этом. Про зерновую сделку можно забыть, и как вы верно заметили, Владимир Владимирович Путин об этом сказал четко, мягко, подробно, очень обстоятельно. Никакой тени это не бросило на градус приема его, им турецкого лидера, как мы смотрим из его языка жестов, и как они обращаются друг к другу, как он встречает и как провожает. Он же провожает его по полному протоколу. Вот машина скрылась, Владимир Владимирович ждет, пока машина не скроется из вида, это прямо по полному турецкому протоколу. То есть все продемонстрировано четко, жестко. Зерновой сделки нет. Что должно здесь, наверное, в первую очередь интересовать турецкие обозреватели? Состоялось ли возвращение к той самой лидерской дипломатии, которая между Россией и Турцкой существует с 2002 года? 2002 год, напомню, это когда партия Эрдогана победила на выборах, и он в качестве главы победившей партии, заметьте, совершил свой первый зарубежный визит именно в Москву. Вот он сразу поехал в Москву и познакомился с Владимиром Владимировичем Путиным. То есть вы абсолютно правы, что они друг друга очень хорошо знают. Просто они друг друга за 20 лет выучили. Да, это сложные отношения, но тем не менее отношения, имеющие очень глубокую историю. И вопрос здесь главный. Эти отношения, они продолжают держаться на той самой лидерской дипломатии, том сам, как опять же вы употребили такое слово в одной из передач, купеческом слове. Вот можем ли доверять или нет? То, что мы видим из заявлений нашего президента, и то, что я уверен, что заметит и турецкая сторона, что, да, так или иначе, проблема с азовцами, она была улажена. Уж как, там, что, там, это сегодня вообще не обсуждено. А мне как раз не показалось. Не показалось вам, что они улажены? Мне как раз показалось. Сказали за скобки вынесли. Да, то есть это вынесено за скобки, но сам факт, что было указано, что Турция уже один раз выступала посредником, и договоренность была выброшена в мусор. Это как раз намек, что мы все помним. В том числе и азовцев. То есть уже один раз мы пытались договориться. Я не очень уверен, что здесь имелось в виду. Мне показалось, что здесь имелось в виду как раз та сделка, которая заключалась в марте месяце прошлого года. Нет, нет, естественно, но мы могли ее не упоминать. А тот факт, что мы отдельно показали, свидетельствует о том, что как гарант договоренности вряд ли у Турции есть такой запас доверия, как был еще некоторое время назад. Ну, нет, конечно, любой такой инцидент, как говорится, осадочек-то остался. Но, тем не менее, мы продолжаем двигаться по полному спектру наших отношений. Вот все перечислили сегодня. Левию, Сирию, торгово-экономическое сотрудничество, прочее, прочее, прочее. Что самое главное, это, как всегда, то, что оказалось, вынесено за скобки. Это отношения между центральными банками, схемы расчетов, перезапуск, вообще-то говоря, работы нашей межправительственной комиссии. Честно говоря, меня сильно озадачивает факт, что, с одной стороны, Турция не ввела против нас санкции, а, с другой стороны, Российская-Турецкая смешанная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству не работает на протяжении всего СВО. Год не работает. Потому что наши контакты, мы вроде как бы немножко так стыдливы прячем. А то, что с нашей стороны руководитель, отвечающий за военно-техническое сотрудничество, это как? Это тоже любопытно. С нашей стороны возглавляет этот МПК, по-моему, Новак сейчас. Нет, у нас есть целое агентство, и вот руководитель этого агентства был в расширенной делегации. А, это еще один момент, на который я хочу обратить внимание. И с турецкой стороны было турецкое агентство, оно называется управление по оборонной промышленности. Кстати, замечу, что интересно, это вообще-то управление ходит под американскими санкциями. С тех пор, как они купили систему С-4. Само управление, его руководители, два его заместителя, они находятся под американскими санкциями. Да, между Россией и Турцией возможен диалог в сфере военно-промышленного комплекса. Правда, он крайне сложный, с учетом того, что Турция страна на НАТО и многих-многих таких нюансов. Но, по крайней мере, есть два момента, которые могут обсуждаться за скобками. Это первый момент, это то, что касается второго очереди системы С-400. Все-таки два дивизиона поставили, два еще нет. И это та сделка, которая еще не завершена. И второй момент, это Турция собирает сейчас свой международный консорциум по созданию истребителей пятого поколения КААН. Сейчас в этот консорциум они уже подтянули Азербайджан и Пакистан. И я думаю, что такое предложение с турецкой стороны и нам прозвучало. Уж как мы на это отреагируем? А мы можем быть уверены, что С-400 не окажутся на территории Украины? Ну, те две, которые окажутся. Ну, пока Эрдоган во власти, я думаю, что не окажутся. А вот если бы пришел его конкурент Кемаль Калаждарул, он первым бы делом ее отправил бы в качестве подарка на Украину. Вот. На самом деле, да, у нас сотрудничество достаточно. Ну, просто мы же видим, что ВСУ сражается в том числе против нас и турецким оружием. Да, да, мы это видим. Более того, мы видим, что глава вот этой компании, Байкар Технологи, Сельчук Байрактар, вообще-то говоря, на День Украины, День независимости, незалежности или что там у них, подарил ему беспилотный летательный аппарат. А ведь это близкий к Эрдогану человеку. Вообще-то он его зять. Я так очень увежливаю. Строго говоря, Сельчук Байрактар, он его зять. Ну, что можно сказать? Это все же определяется договоренности на высшем уровне. Если мы договорились не договариваться, если мы договорились, что вот поставка отдельных образцов этих беспилотников нас не смущает, если мы считаем, что самим фактом того, что мы их успешно сбиваем, мы тем самым делаем отрицательный маркетинг, то вот так вот, значит, мы вот так вот с ними работаем. Соответственно, я полагаю, что и турецкая сторона с пониманием будет относиться и к нашим каким-то шагам, которые будут симметричным образом, могут быть расценены. Что еще здесь самое главное? Динамично развиваются двусторонние отношения, торговля растет, растет взаимный интерес, безусловно. В целом, ряде областей. Вот только сегодня участвовал в заседании комиссии российско-турецкой по информационным технологиям, по кибербезопасности, по цифровому суверенитету. Очень много с нашими турецкими партнерами говорили о том, как надоели всем американцы, поставляющие везде свои IT с бэкдорами и шпионящие за всеми. Так что, возможно, интересное направление сотрудничества. Ну, а лидеры в очередной раз взяли отношения в свои руки и показали, что вот эти вот так называемые деловые шерпы, как у нас их деликатно называют в интернете, они не решают в наших отношениях, по счастью, ничего, а вот решают именно первые лица. Вот сегодня они задали целую указание по всем пунктам повестки дня. Турецкий хаб, очень важный момент, турецкий газовый хаб имеется в виду. Сегодня тоже Владимир Владимирович заявил о том, что сформирована комиссия, дорожная карта, разрабатывается. Ну что же, посмотрим. Для России, я думаю, что это вопрос первостепенный. Вот первостепенный вопрос, на самом деле. Бог бы с ней зерновой сделкой. Вот что будет интересно происходить на этом треке. Вот. Так что, я думаю, что положительный сигнал турецкая сейчас пресса, турецкая публика восприняла. Ну и теперь понимают, что Россия встала на позицию прагматизма. Больше не будет у нас никаких таких широких жестов, а вот год у нас действует зерновая сделка без выполнения обязательств противоположной стороны. Я вообще такого не припомню, чтобы приехал и ничего не увез взамен. Потому что... На что? На то, что приехал? Ну, нам-то всегда казалось, что если приехал, то мы должны что-то хорошее такое сделать, что... Ну, а в этот раз мы нигде, ни в чем нашими интересами даже и близко. То есть дали понять, что все. Тема закончена. Сама встреча. Сама встреча, сам факт. Уже, да? Сама встреча в данной ситуации это было уже. Но он начинал с того, что приглашай, вот, приезжайте к нам в Турцию. Не, он даже не так сказал. Он приедет там. Да, он было сказано, упс, оказывается, я поеду, хорошо. Зерновая сделка. Вполне возможно, что он приезжал не для того, чтобы что-то увезти. Может быть. Все, может быть. Скорее всего, это так.